Шелковый путь и золотой барс. Сегодня Национальный банк Казахстана представил ряд инвестиционных монет. Их увидела наш корреспондент. Национальный банк Казахстана устанавливает порядок хранения денежных купюр и монет. Существует несколько видов монет, такие как циркуляционные, изготовленные из недрагоценных металлов, предназначенные для наличного денежного обращения. Есть коллекционные специального чекана и инвестиционные, изготовленные из драгоценных металлов. Другими словами, инвестиционные монеты называют слитковыми из золота и серебра. Чем так привлекательны инвестиционные монеты? Инвестиционные монеты, во-первых, выпускаются из золота самой наивысшей пробы. 4 девятки – это 999,9. Инвестиционные монеты являются объектом инвестирования. Это для долгосрочного вклада. Все инвестиционные монеты имеют одинаковую форму, отличаются только массой. Выпускаются они в специальных капсулах. На лицевой стороне каждой инвестиционной монеты указывается вес. В Национальном банке Казахстана представили монеты серии «Шелковый путь» и «Золотой барс». Инвестиционные монеты изготавливают из металлов наивысшей пробы. На них указывается номинальная стоимость, масса и год чеканки. Инвестиционные монеты можно сдать в любом филиале Национального банка. Если человек, например, сегодня пришел сдавать данную монету, то есть хочет осуществить процедуру выкупа, то учитывается курс доллара на предыдущий день сдачи и цена металла на лондонской бирже драгоценных металлов. То есть человек уже реально представляет, примерно какую сумму он может получить. Выкуп осуществляется в течение 10 календарных дней. Инвестиционные монеты являются надежным финансовым инструментом. Казахстанцы могут приобрести монеты в Национальном банке Казахстана, либо в интернет-магазине этой финансовой организации.